Этому питомнику уже 15 лет. Сейчас здесь обитает около 100 собак. Животные попадают сюда по разным причинам. Кого-то покалечили на автодороге, кто-то не прижился у хозяев, а кого-то сердобольные люди просто нашли на улице. Например, пират, так зовут этого пса, появился здесь два года назад. Его привезли в тяжелом состоянии. В питомнике его вылечили, и теперь он работает здесь сторожем. Содержать такой питомник дело хлопотное. За животными нужен медицинский уход, не говоря уже о том, чтобы кормить их и содержать в чистоте вольеры. В месяц на содержание уходит порядка 100 тысяч рублей. При этом в Испании питомник меньшего размера обходится в куда большую сумму – 360 тысяч рублей в месяц. Но одних денег в этом деле недостаточно. Необходимо, чтобы работа всех служб, которые занимаются бездомными животными, была четко отлажена. Должен быть нормальный отлов животных на улицах. То есть не отстрел, а именно отлов. Бригады должны работать обездвиживающими препаратами. Животные должны доставляться в питомник, в приют или в ветклинику при этом приюте, освидетельствоваться, размещаться там. В таком центре братья наши меньше чувствовали бы себя как дома. Пока же борьба с бездомными животными в Туле порой выглядит так. Вот этих собак обрабатывали медицинские. Это алюминий спрей, который останавливает кровотечение. То есть вполне возможно, из ветлечебницы взятые собаки. Вот они в люмке все. И вот тут же в горле дротики торчит. Сотни убитых собак были обнаружены в феврале прошлого года в ангаре МОП спецавтохозяйства. Находка вызвала огромный резонанс в обществе. Обвинения в негуманности посыпались в адрес тогдашнего директора предприятия Александра Прокопука. Прокуратура возбудила дело. Ряд сотрудников спецавтохозяйства был уволен. Сейчас у Александра Прокопука новая должность – мэр Тулы. И одной из первых инициатив в этой должности стало открытие приюта для бездомных животных. Проект обсудят на этой неделе на пресс-конференции в городской администрации. Будет ли иметь отношение к новому питомнику спецавтохозяйства – пока не ясно. В этом проекте мы конкретно не занимаемся. И мы это не проектируем, строить это будем тоже не мы. В дальнейшем посмотрим, но на данном этапе я ничего прокомментировать вам не могу. Однако такое гуманное дело, как приют для бездомных животных, у Туляков однозначного отношения не вызвал. Приют для чего нужен? Для того, чтобы они по городу не ходили, потому что нападают на детей. Даже у меня на собственного ребенка напала собака. Но убивать же я ее не буду, не буду. Он такой же, как человек. Да мне кажется, вообще-то их надо стерилизовать. А тратить деньги бюджетные, когда у нас дома не хватает, на детдом иск. Чтобы они не бегали по дворам в большом количестве. Туда их нужно управлять. Потому что рядом дети, и все это очень опасно. Для людей нужно питомник создавать, который создает этих беспризорных собак. Если уж вы водите собаку, то нужно ее или стерилизовать, если вы хотите щенков, ну или что-то решать, так вопрос. Финансовая и техническая сторона, а также ответственные за организацию работы в приюте, озвучат на пресс-конференции. Тогда же станет ясно, на кого теперь всех собак вешать могут. Максим Круглов, Дмитрий Колосков, ТВ-Центр Тула.